Добрый день, дорогие друзья! Хочу вас сегодня познакомить с моим другом и коллегой Алексеем Буряком. Это великолепный остеопатрия, биритолог и экзистенциальный консультант. Алексей, хочу спросить профессиональный, очень углубленный вопрос. Зачем вообще нужен массаж лица? Рассматриваем ли мы отдельно просто лицо или весь шейно-воротниковый блок, включая лицо? Как, по вашему мнению, подход какой к этому вопросу массажа? Конечно, массаж лица и вообще лицо нужно рассматривать в аспекте всей системы. Вот, это и шейно-воротниковая зона, если это вообще череп, это лицевой череп и мозговой череп. Вот, это и грудная клетка. Вот, ну и можно закончить ногами и стопами, вот, с точки зрения пасты, если говорить, которая пронизывает все тело. Вот, поэтому... А скажите такой еще момент. С какого возраста лучше начинать массажи лица? Есть мнение о том, что нужно уже когда есть гравитационный птоз, когда есть холки, есть вдовьи горбы. И вся вот эта гамма, тогда уже человек приходит к специалисту, спасите, помогите. Там, брыли, мешки под глазами, круги. Вся вот это уже масло такая застойная, так скажем, с фиброзами, со всем. И вот тогда человек приходит с большими ожиданиями к специалисту для того, чтобы улучшить внешность. Скажите ваше мнение по этому вопросу. Ну, конечно, лучше предупредить, чем лечить уже потом, когда имеем уже очень много проблем. И степень, если говорить о лечении, уже будет результат совсем другой. Когда мы обращаемся с... То есть легче предупредить, чем лечить, да? Потому что многие занимаются самомассажами. Я это тоже очень всегда приветствую. Потому что любое улучшение циркуляции – это хорошо. Любое – гимнастика. Но, к сожалению, наш сидячий опыт жизни, гиподинамия и гаджетозависимость делают свое дело. Поэтому я и хронический стресс, я тут же тоже скажу, который отражается даже на состоянии диафрагмы, которая, в свою очередь, отвечает за опускание углов рта и платизму и все остальное. Ваше мнение тоже меня интересует. Вот такие вопросы вы вообще делаете, корректируете? Сколько, в принципе, в коррекции нужно, вот сколько сеансов нужно для коррекции? И можно ли обойтись только массажами, либо нужно подключать, например, там, допустим, я использую цветы Баха, препараты торговой марки Хель, потому что у всех у нас или скрытая депрессия, либо тревожный невроз, так скажем, да? То есть оно все имеет какую-то взаимосвязь. Достаточно ли только остеопатии или все-таки какой-то симбиоз с биологическими препаратами? Ну, значит, во-первых, смотря с какой ситуацией мы имеем дело, то есть какие задачи, вот, это, ну, первое. А с чем уже комбинировать можно, что добавлять, вот, тут вариантов очень много. То есть гомеопатия прекрасное дополнение, вот, цветы Баха, например, как вы говорите, тоже, вот. Вот, но смотря какие задачи и возраст какой. То есть... Спасибо большое. Еще хотел один вопрос задать. Какой самый большой функциональный блок у нас вообще на лице? Ну, если говорить о функциональном блоке на лице, то, ну, тут первое, что вспоминается, какие самые мощные суставы, вернее, сустав вообще в человеческом теле, ну, это височно-нижнечелюстной сустав. Вот, поэтому его дисфункция часто приводит к нарушениям линии лица, вот, и другим проблематикам лица, не только лицевого черепа, но и, в общем. То есть просто, например, одними массажами или, например, просто инъекциями ботулотоксина мы не решим проблему, пока мы с остеопатом, в общем-то, не уберем этот блок, который мешает вообще нашему... Конечно. Например, еще можем, допустим, если человек с мистеральными нарушениями, проблемами, пока там не навести порядок, то к лицу приближаться, это как к следствию, а не причине. Поэтому вначале нужно искать причину. Причину, да, это самое основное. Скажите, какой самая молодая ваша пациентка или пациент и самый взрослый? Самый молодой и самый взрослый? Самые молодые – это грудные детки с первых дней. Ну, вот. Это груднички. Ну, вот. И, ну, самые взрослые. Не будем, да, открывать тайну, потому что все мы... Да, огромное вам спасибо за вопросы. Большое спасибо, что были с нами. И надеемся, что скоро увидимся, подготовим новые вопросы. Спасибо большое. Большое. Большое время. Большое время. Если тут вечно.